снова здравствуйте дорогие мои рада приветствовать вас солнечной валенсии продолжаем изучать район оливеретта и сегодня посмотрим с вами микрорайон тресфорки разворачиваем взгляд вправо и смотрим что у нас тут есть вот сейчас будем с вами рассматривать бедную часть до самый сок микрорайона тресфорки мы находимся на большом проспекте авенида дель сит и к нему привыкает вот этот вот цыганский райончик сейчас мы его с вами подробненько если нас тут не четвертуют и не убьют мы его посмотрим пойдемте итак начинаем с вами рассматривать этот район вот у нас идут бедненькие домики видите нулевой жилой практически нет бизнеса внизу пойдемте с вами нырнем тут какая-то арка я вообще без понятия ну как я конечно вам скажу по секрету мы уже все это проходили но все-таки давайте еще раз сделаю вид что я не знаю куда мы заходим вот так вот построен дом такой я даже не знаю как какой буквой это назвать две буквы п наверное да и между ними вот такой вот небольшой двор до внутренней но это не внутренний двор это не внутренняя квартира но ведь как у бога ну как бы ну очень бога посмотрите на эти квадратики эти стены заложены эти окна заложены полностью квадратиками это какое-то безумие вообще полная то есть ну правда без комментариев вот если честно так мы с вами сейчас попали в самый нехороший период для съемки потому что закончилась школа у них тут перерыв они два часа учатся три отдыхают прям как испан испанские родители также и дети вот школа одна из мы сейчас с вами на улице хурац посмотрим на эти дома да ну вот тут есть балконом дома напротив тоже с балконом в принципе они более менее на вид приличные улица хурац одна из популярных здесь улиц где продается очень много дешевого потреба да скажем так в основном здесь все квартиры банковские очень низкие цены сколько низкие 35 40 45 50 и т.д. и т.п. не обольщайтесь естественно такая цена не просто так нарисована да и за эти деньги никто не берет то есть это все цыганские районы здесь очень необычные постройки какой-то хаос вообще мы сейчас с вами все посмотрим из дезой пройдемся и все как как можно чтобы найти меньше детей снимать и родителей до постараемся все обойти разворачиваемся вот у нас идут эти же дома здесь очень много места для парковки и при этом место очень сложно найти дальше вот у нас идут дома они очень странные странные такие знаете постройки какие-то как бы два дома стоят близко друг другу и между ними лестница внутри домов да вот ведь как там он показан там ведь и спускается ну там вам не видно да вот люди спускаются и так далее то есть очень необычные постройки я таких больше нигде не видела в валенсии мы с вами обязательно куда-нибудь заглянем и пройдемся давайте сейчас запоминаем до улицах урац эта улица довольно бедная посмотрите на эти дома вот справа например дом очень обшарпанный кстати я заметила что в видео вам не так видно обшарпанность домов да как я о них рассказываю видно не не передает камера всей красоты но сам факт поверьте на слово обшарпана на улице мы хурац и перекресток с хосе маэстры маэстры что мы имеем вот здесь более менее приличные дома дальше разворачиваем взгляд вот сзади меня видите балконы друг на друга смотрят вы видите это просто вот подойдите поближе сюда это просто фантастическая ситуация то есть вы вот реально можете поздороваться со своим соседом с балкона за руку то есть такое не часто бывает бывает но не до такой степени близко а вот именно район тресфорки славится такими то есть это вроде как и не внутренние до балконы они вроде как не внутренне потому что не на улицу но в то же время вот впритык друг другу что очень неудобно давайте развернем взгляд здесь очень много разно национального населения сейчас сидит поэтому снимать будет крайне проблематично смотрим вот на этот дом пойдемте к нему подойдем так помните им рассказывала в теоретической части о том что было дома когда-то я хотела купить себе квартиру там 25 5 с лифтом все вроде шикарно и так далее и так далее и обещала чтобы покажу вам этот дом налево разворачиваем взгляд вот она сия красота он реально в одном из худших состояний на мой взгляд который мы здесь с вами найдем но это что-то невозможное вообще то есть но он просто рушится на глазах там понятно что тут одежда висит и все понятно что бедное население и так далее но тут прям вот жесткий вот реально жесткий дом пойдемте мы сейчас попробуем внутрь зайти я вам все покажу давайте разворачивайтесь пойдемте со мной в экстремальных условиях приходится снимать то что ходит не пойми кто и постоянно спрашивают чем здесь надо посмотрите обратите внимание на дом то есть он очень обшарпанном состоянии нулевой этаж у нас практически на там на уровне моего пояса очень много тут этажей и удивительно что и удивительно что есть лифт смотрите вот лифт но как я вам говорила вот подходить сюда вот лифт но вы видите какая грязь какая это туалет здесь пахнет туалетом периодически вот можете посмотреть то есть тут вот как собаки да они все обгадили люди да вот у вас двери первые две двери да туда выключай камеру быстрее ну что пришло быдло о котором речь и шла и начало нам объяснять вот этот цыганенок да начал нам объяснять что здесь снимать нельзя что-то его личная частная территория и так далее и так далее ну я говорю что блин в этом районе очень тяжело будет мне в принципе вам что-то снять и что-то донести в тот раз у нас получилось очень хорошо мы видно попали в такое в такое время когда никого не было на улице и мы спокойно снимали сейчас обед и действительно много народу на улице и будет очень сложно снимать поэтому они нам сказать что мы здесь снимать не можем мы прикинули что мы такие все правильные и вот эту чему послушали извиняюсь за слово да вот но просто мы не хотели чтобы нам разбили телефон камеру и лицо поэтому нам пришлось уйти смотрите все дома тут клонически одинаковые поэтому вот тот дом который вам показывала да это в котором конкретно предлагалось купить за 25 с лифтом да смотрим давайте другие дома не говорю они все похожи поэтому мы с вами просто сможем заглянуть в другой дом да и посмотреть что тут имеется посмотрите на дома обратите внимание на любой дом они все в плохом состоянии эти дома они все ну требует они все капитального ремонта они все требуют до каких-то вложений которые здесь не будут никто вкладывать а вот поэтому имейте это в виду вот мы сейчас улица к е д анте я анте я и давайте вот завернем за угол посмотрим что тут есть я говорю тут очень много народу ходит поэтому будет крайне сложно нам вам передать до суть происходящего здесь вот мы выходим на дома вроде более-менее нормально вот смотрите улица хумия это тоже одна из популярных улиц в районе тресфоркис где точно также очень много квартир от банков и всего остального вот сейчас оттуда человек уйдет и мы туда с вами попробуем зайти и пройтись внутри хорошо так ну вы идете за мной только идем тихо чтобы не дай бог никто не опять не вышел и не разорался вот мы с вами заходим внутрь вот посмотрите это как бы внутренний колодец посмотрите тоже дома буду тихо говорить чтобы никто не вылез отсюда не из окна дома тоже не очень хорошем состоянии то есть окна и так далее все обшарпанное проходим дальше посмотрите да тут в основном очень много железных железных например дверей железных решеток и так далее да просто потому что ну залезьте здесь на раз-два можно я вот вам честно говорю это один из тех мест где я действительно себя жутко чувствую вот поверьте мне я привыкла ко многому я видела много за 8 лет работы но вот здесь вот в этих домах вот у меня сейчас трясет меня трясет сейчас от стресса от ситуации пойдемте отсюда быстрее выходим мне здесь неприятно мы в общем убежали мы люди трусливые с оператором жизнь нам дорога значит смотрите мы сейчас на улице мигель де паредес еще одна из очень популярных улиц города вернее района тресфорки с микрорайона она более-менее терпимая не все дома но можно вот этот дом у нас точно такой же плохой смотрите он высокий и в основном я говорю на удивление в них есть лифты в основном не везде вот они шестиэтажные получается 5 этажей и нулевой тоже жилой давайте мы сейчас поищем может быть что-то поприличнее какие-то может быть места поприличнее они есть поверьте мне но вот этот район вот реально мне здесь очень неприятно и жутко и очень хочется вам всего показать и рассказать но нас гоняют отсюда как знаете как персидских кошек до 2 от дворовых пытается отделить нас поэтому пойдемте тут тихонечко сейчас что-нибудь посмотрим еще ходим тихо не дышим на всякий случай вдруг чего-нибудь кому-то не понравится здесь пиндалями нас отсюда выгонят а вот давайте разворачивать взгляд вот мы идем по улице мигель де паредес вот тут какая-то школа справа очередная здесь школ очень много но вы сами понимаете чьи дети здесь будут учиться примерно те же которых мы сейчас и и встретили до которые начали нам там права качать ну вот смотрите дом более-менее нормальный справа слева я не знаю какой он там изнутри можно его обойти там вот просто сидят уже цыгане поэтому мы в эту сторону хотели свернуть но мы уже не свернем мы пойдем прямо в общем наш с вами сегодняшний поход будет ритм задавать то что здесь живет пойдемте вот смотрите мы вот этот дом обошли который у нас слева был он в принципе с этой стороны приличный уходим с вами вправо наверное да смотрите тут вот такие домики стоят хотел сказать я вам о них рассказывала в видео который потеряла ну что вам сказать вот трехэтажный дом плюс нулевой этаж ну в принципе за этим за этим домом уже школа то же самое он не ухоженный да если посмотрите у него там отваливается все вся отделка но в принципе я вот смотрю тут много например новых окон поставлено то есть не деревянные древнейшие да а много новых окон то есть это однозначно о чем-то говорит да и в принципе он когда-то был недавно покрашен ну давно недавно не знаю да но сам факт вот цели а справа например дом похуже в состоянии ведь там все очень даже так обшарпана и так далее как оценить этот дом вы знаете мне сложно оценить то есть я обычно на что обращаю внимание например да я например смотрю на окна например если они деревянные старые и их большинство ну это многом говорит если я вижу что там одно два деревянных а все остальные давно пластиковые белые красивенькие то это тоже говорит о том что обновляется контингент покупать люди делают ремонт живут сами не живут это другой вопрос неважно но сам факт что ремонт был сделан то есть такой да маленький вам секретик обращайте внимание на окна на подъездную дверь на подъезд просто вот в окно загляните там в подъездной двери да и посмотрите что вы там увидите там какое состояние подъезда вот дальше идут дома то же самое точно такого же вида как зеленые мы сейчас с вами прошли но они уже другого цвета так вот еще вот еще одна из улиц улица леон те же самые зеленые домики смотрите какая красивая стена как оформлена это все что красиво в этом районе и то мы когда ходили три месяца назад все цветочки были на месте и все камешки сейчас уже ведь камешки по отваливались по отваливались то есть длилось счастье недолго но все равно то есть люди стараются как-то разукрасить свой район как могут так как людьми они его разукрасить не могут они разукрашивают цветочками давайте с вами куда-нибудь завернем сейчас вот этот дом можем обойти например да то же самое скромный дом не знаю я на какой мы сума карсер улица сума карсер скромный домик и и собственно как и все здесь домики скромные просто не ухоженные знаете скромные бывают скромные это не показатель показатель будет у нас ухоженность то есть ухоженный дом или он загаженный заброшенный никому не нужны вот посмотрите налево вот у нас здесь вроде как тишина и спокойствие все хорошо но дома очень старые посмотрите на эти окна не металлический очень древние причем вот смотришь все выше и выше и выше глаза и практически везде так но решетки на нижних этажах это норма и стандарт потому что когда у вас окно да где вы можете практически пешком зайти чуть чуть выше подняв ногу понятное дело что тут нужны решетки пойдемте завернем мы немножко в стрессе с оператором хотим быстрее отсюда убраться вот смотрите мы на улице чосе барбера бал фалко вот нашли более менее приличный дом то есть это многоэтажный дом я не знаю сколько тут шесть этажей плюс нулевой вроде тихо спокойно вот кто-то вынес например да вот смотрите интересный момент пойдемте поближе покажу вам смотрите кто-то вынес мусор да как это называется то мебель нужно при этом позвонить в аюнтаменту то есть местную мэрию да и они приедут и вот это все заберут то есть это нормально не надо пугаться если вы это где-то видите вы можете это увидеть в любом районе в плохом и в хорошем люди когда хотят что-то выкинуть да есть тут бесплатная услуга вы звоните в мэрию и говорите я хочу выкинуть мусор они спрашивают адрес и говорят вам когда это все вынести но обычно никто режим этот не соблюдает просто выносят делаю там наклеивают бумажку что это должно приехать аюнтаменту и очень часто аюнтаменту приезжает но уже ничего нет того что все разобрали это зависит от района и от того насколько хорошие там или плохие вещи выкинули поэтому на это не обращаем внимание это нормально пошли дальше ну смотрите вот мы сейчас идем с вами по этой же улице на которой были полярно разные дома вот справа от меня значит для вас слева вот такой вот ужаснейший дом он в очень плохом состоянии в очень плохом скажем тогда вообще его внешний вид оставляет желать лучшего при этом если мы с вами посмотрим на лево да еще раз покрутимся то уже вот этот дом будет который мы до этого и видели немножко может быть похуже но все равно это более-менее знаете какой-то свет в конце туннеля поэтому ну в любом случае я я категорически против того чтобы здесь что-то покупать для аренды это даже не обсуждается поэтому когда мне там а инвесторы горит они там квартира дешевая нет мы лучше вообще давайте ничего с вами не купим потому что они сюда показывать квартиру под аренду просто не придет и в принципе даже ее смотреть не пойдет потому что мне вот это вот ну это не очень приятная вещь вот смотрите у них тут рисуночки на стенах красивые есть можете посмотреть и собственно и все да что мы здесь найдем в этом районе не знаю куда мы сейчас выходим мы вернулись на улицу miguel de paredes аня начала тихо говорить на всякий случай а значит смотрите вот например дом да как пример вам вот пройдите сюда вот видите он такой маленький узенький и у тут вот сразу подъезд да то есть вот в таком если вы посмотрите наверх мы опять здороваемся с соседями за руку можем друг другу даже по перелезать до через окна и так далее то есть очень такая конструкция необычная но имеет место быть планировки там неплохие я там когда была в принципе там довольно таки не самые ужасные да это не длинные коридоры это более-менее нормальные планировки теперь давайте с вами пойдем в другую зону вот например посмотрите туда вот такой вот необычный дом розовый да такой бледно-розовый он очень странный я даже не знаю что вам о нем сказать потому что мне непонятно вообще это жилой дом или это не жилой дом там если что потом вам подпишем да что это такое но вроде как вот вижу номера подъездов то есть должен быть обычный жилой дом и смотрите уводим глаза вправо вправо и у нас появляется многоэтажка приличная и совсем из другого мира да скажем так пойдемте на нее посмотрим как-нибудь вот он высокий дом с гаражом смотрите да то есть приличными туда же вот подошли приличные люди так друзья я взяла с собой пудру сегодня в первый раз жизни на видео на всякий случай вдруг нам в глаз вдруг нам в глаз заедут чтобы не фингалы при вас замазать да чтобы вы там не думали что они такая ее дома муж бьет не от меня муж не бьет я сама кого хочешь побью но тут действительно лучше не влезать в передряги поэтому сейчас мы припудрим носик пойдем дальше ну вы пока можете посмотреть разверните ту сторону и посмотрите вот дом да многоэтажный я вам сказала хороший приличный дом смотрите окошки посмотрите обратите внимание на окошки они тюремные как я их называю да они очень маленькие и такие вообще непонятно для кого они сделаны продолжаем разговор значит что я вам рассказывать хотела сейчас ага вот мы пока ходили по району да то есть ну население все разно национальное однозначно то есть испанцев ну днем со днем не сыщешь это естественно многом говорит я не к тому да там что вот другие национальности я вообще не расистка вообще 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 к слову да но я человек очень чувствительный к воспитанию и образованию и так далее и здесь это очень заметно то есть когда вот к тебе вот так подходят вот знаете вот таким вот типа типа на меня вот так смотрят а сам от горшка два вершка да там и так далее и так далее то есть это все видно это все чувствуется это все противно это все непривычно да и однозначно оставляет отпечаток второй раз таки оставил отпечаток на моей психике помните я вам рассказывала в теории как мы сходили посмотрели квартиру за 30 тысяч это как раз был вот этот вот район я вам сказала что я потом требовала моральной компенсации вот теперь от вас всех буду требовать моральной компенсации за то что мы сюда пришли еще сейчас оператор ко мне тоже потяде на хвост скажите мне тоже давай так продолжаем с вами что я вам хотел еще рассказать смотрите вот про этот дом да сейчас будем ходить потихоньку отсюда вот я вам хотела рассказать смотрите вот у нас гаражи там или нулевой этаж это что вот я вам всегда рассказывала какие здесь вшивые и ужасные как они называются стены вот идите сюда будем с вами изучать стены смотрите да я не знаю куда хотите вот вот он кирпичик из которого сделаны все стены валенсии это внешняя стена да это внешне у нас тут три маленьких квадратика да и вверх у нас пять квадратиков а внутренняя стена это два маленьких квадратика и ну высоту не знаю наверное 4 квадратика то есть они пустые туда проходит столько жары летом и столько холода зимой и столько шума плюс они еще делают дырки сквозные на улицу чтобы провести кабель с интернета и ничем это потом не зашпаклевывать ничего то есть у вас свич поверьте мне свич конкретный прям я знаю вот поэтому делайте выводы новые дома новостройки они точно такие же то есть вы разницы не вы увидите красивую картинку на фотографии вы увидите красивую отделку которого все равно отвалится но дом у вас от этого лучше не станет быть точно таким же именно поэтому я вам рассказывал да что новострой не всегда есть хорошо но в два в три раза дороже пошли дальше